Первыми в рамках акции «Дети вместо цветов» подарки получили воспитанники тёплого дома. Благодаря неравнодушным горожанам в новом учебном году у ребят будут наборы концтоваров, пеналы, тетради и даже книги, которые станут частью общей библиотеки. Одарить будем самому тёплому дому, чтобы у каждого из вас был шанс почитать эту книгу. Вручаем для библиотеки очередную книгу. В этом году активное участие в акции приняли и те, чьи подопечные зачастую сами нуждаются в помощи. Добровольцы из организации по работе с безнадзорными животными «Подари жизнь». А также многие саровские предприниматели и, конечно, школьники города. 11-я школа, 3 класса, 2-й А, 4-й Б, 5-й А, который в прошлом году участвовал. 13-я школа, это у нас 3-й А класс, 2-й год подряд участвует в этой акции и гимназия номер 2. Приезд организаторов акции «Дети вместо цветов» стал для воспитанников тёплого дома настоящим праздником. Ребята помогали открывать коробки и с удовольствием разглядывали свои новые концтовары. Детский смех и возгласы ребят не утихали долго. Дети, конечно, любят гостей, рады, всегда ждут. Ольга Николаевна у нас постоянный гость. Мы уже говорим, что приехала в Лоцкое. Многие дети уже знают, кто это, что будут подарки, вкусняшки, как всегда, канцелярские, школьные принадлежности. Рады, лишнее внимание, детям не хватает внимания. В конце встреч Ольга Флотская пообещала ребятам, что в следующий раз приедет к ним уже с новыми гостями. И даже, возможно, вновь привезет четвероногих друзей. А уже в ближайшие дни новые канцелярские товары и тетради получат воспитанники Темниковского дома-интерната и круглосуточного детского сада. Мария Руинч, Артемий Голосков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.